Белорусский вокзал. Отсюда самый прямой путь в крупнейший аэропорт страны. На перронах пусто. Немногочисленным пассажирам напоминают о социальной дистанции. На входах измеряют температуру. Исключение не делают даже для министра транспорта. В первую очередь инспекция к кассам, чтобы купить маску и перчатки. Мы разговаривали с многими пассажирами. Все с радостью возвращаются на работу, возвращаются в поездки. Но многие говорят о том, что им очень страшно от того, что они могут заразиться. Именно для того, чтобы эту боязнь, этот риск снизить, чтобы показать, что транспорт сегодня безопасен. Именно для этого все это. Коронавирус поразил транспортную отрасль едва ли не сильнее остальных. Объем авиаперевозок внутри страны упал на 88% за ее пределы на 90%. О снижении пассажиры потока на авиарейсах можно судить и по количеству людей в поездах Аэроэкспресса. Прямо пропорциональное. Примерно 2% от прежнего уровня. В этом вагоне и вовсе никого. Единственный плюс — это соблюдение так называемой социальной дистанции. На поддержку отечественных авиакомпаний, которые терпят убытки, будут выделены огромные деньги. Об этом на неделе говорил президент. Мы уже решили выделить экстренную помощь более 23 миллиардов рублей российским авиакомпаниям. Чтобы они могли направить их на выплату зарплат экипажам, персоналу, на услуги аэропортов, расходы по лизингу и другие цели. Но для того, чтобы средства не были потрачены впустую, аэропорты должны позаботиться о здоровье пассажиров. В Шереметьеве, который потерял 96% рейсов по сравнению с маем прошлого года, в работу включились. Сотрудники службы авиационной безопасности встречают вылетающих в полной защитной экипировке. Вот у вас такая классная штука. Её каждый день надо носить? Да. Понятно. То есть заступая на смену, вам выдают такую, и вы её носите целый день? Да. То есть также есть средства на желание защиты, перчатки, маски, дезинфицирующие вещества. Всем пассажирам измеряют температуру с помощью тепловизоров, дезинфицируют багаж и едва ли не каждый уголок терминалов. Обрабатываются зоны скопления людей в основном. Также обрабатываются зоны, где работают непосредственно сотрудники аэропорта. Причём система продублирована несколько раз на входе регистрации, досмотре и посадке на рейс. Это мы зашли в зону безопасности. Я прошу. Точно так же зона социальной дистанции нанесена. Таких стандартов должны придерживаться все аэропорты страны. Только тогда перевозки могут вновь встать на крыло. Внутренние перевозки, которые, я надеюсь, начнут интенсивно восстанавливаться, начиная со второй половины июня, нам такую базу предоставят на полёты внутри страны. Но мы должны обязательно думать, смотреть вперёд на международные рейсы так же. Запуск международного авиасообщения будет зависеть от многих факторов. По оптимистичным прогнозам, первые самолёты могут полететь за границу не раньше середины июля.